Здравствуйте, ребята, здравствуйте! Из этого видео вы узнаете про жизненные циклы основных групп грибов. Меня зовут Маргарита Журавкова, и мы начинаем. Прежде чем поговорить про примеры жизненных циклов грибов, давайте обсудим несколько терминов, которые нам очень-очень с вами понадобятся для обсуждения этих жизненных циклов, иначе мы с вами совсем в них запутаемся. Итак, половой процесс грибов может быть трех типов. Первый – это гометогомия. Ну, с этим все довольно понятно. Это слияние гомет, нам привычное. Гометы сливаются, гометы образуются в специальных органах и обычно приносятся с разных особей гриба, сливаются, образуются зиготы. Далее, второй способ – это соматогомия. Сома – тело, то есть это обычно, в этом участвуют обычные вегетативные гифы гриба, которые сливаются между собой. Например, мы встретим такую ситуацию в жизненном цикле мухомора. Тут две обычные гаплоидные гифы с одноядерными клетками сливаются, и получается двуядерная клетка, дикариотическая клетка это будет называться, и затем образуется дикариотический мицелий. Почему же получается дикариотический, а не диплоидный мицелий? Потому что ядра не сливаются. Почему так? Дальше мы с вами тоже это поймем. Один из подтипов соматогомии – это сперматизация. Это когда обычные гифы все-таки образуют специальные клетки спермации, которые затем сливаются с обычной гифой, но уже другой особи гриба. С таким типом полового процесса мы столкнемся в жизненном цикле линейной ржавчины злаков. Третий тип – это гометангиогомия. Гометангиогомия подразумевает под собой слияние гометангиев, то есть у нас образуются специальные половые образования, но они не образуют половых клеток, а сами сливаются друг с другом, образуя зиготу. Теперь давайте поймем, почему же в случае мухомора ядра не сливались сразу. Дело все в том, что в половом процессе грибов процессы слияния цитоплазмы и процесс слияния ядер разнесены в пространстве часто и во времени. Сначала происходит плазмогомия, то есть слияние цитоплазм, что и произошло вот на этом рисунке, приведенном здесь на этом слайде. А уже потом, на следующем этапе жизненного цикла гриба, происходит кариогомия, то есть слияние ядер. И вот тогда-то уже и образуется диплоидный мицелий. Ну, а мы переходим уже к примерам жизненных циклов грибов. Давайте начнем. И начнем мы с мухора. Мухор, белая плесень, головчатая плесень, выглядит как белый пушистый налет, часто селится на хлебе. На этом пушистом налете через некоторое время появляются и множатся черные точки. Мицелий мукора бесцветный, он не разделен перегородками и представляет собой одну гигантскую многоядерную разветвленную клетку, то есть является не септированным. На мицелии образуются различные выросты. Вниз смотрят ризоиды, они не нужны для того, чтобы впитывать что-то из субстрата, нужны только, чтобы прикрепляться к нему. А вверх приподнимаются гифы, несущие на себе спарангии. Спарангионосцы – это вот как раз эти вертикальные гифы, и на них сидят спарангии. И между спарангионосцами и спарангиями образуется перегородка. Это один из двух случаев, когда в несептированном мицелии мукора все-таки образуются перегородки. Это вот при бесполом размножении, и дальше мы увидим, что в одном случае при половом размножении происходит то же самое. Итак, образуются спарангии. Сначала мукор выглядит как действительно такой беленький налет. А далее при созревании спор спарангии чернеют и лопаются. И из них разлетаются споры, разносятся воздухом. И на самом деле в этот самый момент, скорее всего, и у меня в комнате, и у вас, тоже повсюду летают споры мукора. Стоит только зазеваться, оставить где-нибудь хлебушек, и он непременно прорастет спорами гриба. Когда спор гриба попадает на благоприятный субстрат питательный, спора прорастает. И, собственно, из нее прорастает новый мицелий. Таким образом получается бесполое размножение. Кроме бесполого размножения, мукор может размножаться кусочками своей грибницы, как и многие грибы. Также мукор способен к половому размножению. Что же происходит в этом случае? Как и у всех остальных представителей отдела зигомицеты, мукор относится к этому отделу, мукор имеет половой процесс под названием зигогомия. Вначале на некоторых гифах укороченных образуются такие вздутия, как здесь на картинке. И эти вздутия – это гометангии. Гометангии отделяются от несущих их гиф перегородками. Это второй и последний случай, когда в несептированном мицелии мукора образуются перегородки. В гометангиях обычно содержится множество ядер. И дальше оболочка между гометангиями расщепляется, ядра встречаются и попарно сливаются. Образуется зигота. Из зиготы получается зигаспора. Зигаспора может переносить неблагоприятные условия, и когда наступают благоприятные, прорастает в спорангий, и снова вылетают споры. И эти споры уже являются начальными стадиями прорастания нового мицелия, который будет способен к бесполому размножению и в дальнейшем к половому. Кроме мукора, давайте посмотрим на еще одного представителя отдела зигомицеты – это фикомицис. Вот здесь на картинке видно, как происходит у него зигогомия. Начальная ее стадия, когда встретились два гометангия, два вот этих вот вздутия. Мы видим здесь отчетливо перегородку. И дальше, чем интересно размножение именно фикомициса и некоторых других представителей зигомицетов, это то, что у них образуются вокруг зигаспоры, образуются вот такие вот выросты, которые эти зигаспоры будут защищать. Ребята, спасибо, что смотрите это видео. Если оно вам нравится, поставьте, пожалуйста, лайк. Ну а мы с вами переходим к высшим грибам. И начнем с аскомицетов. Аскомицеты еще называют сумчатые грибы. Их главная особенность и причина названия заключается в том, что споры после полового размножения, на этот раз будут называться они аскоспоры, они содержатся у них в специальных штуках – сумках или асках. Рассмотрим, как это выглядит на примере паразита растений спорыньи. Спорынья паразитируют на колосьях злаков, например, ячменя, нанося большой урон урожаю зерновых культур. Понять, что растение заражено спорыньей, мы можем увидеть такие черные штучки, которые называются склероциями. Они состоят из плотно переплетенных гиф. В период созревания ржи склероции опадают на землю и зимуют под снегом. Для этого они такие плотные и темные, чтобы переносить неблагоприятные условия. Весной на склероциях образуются шаровидные головки красного цвета на длинных ножках. Это тоже переплетение гиф, и такое переплетение гиф называется стромы. По периферии головки расположено множество плодовых тел, перитециев, напоминающих кувшинчики. Как здесь это, видите? И внутри сидят вот эти вот сумки со спорами или аски. Давайте посмотрим, как это выглядит поближе. Вот так вот выглядит настоящая, это уже фотография. И тут видны эти склероции черные, которые после зимы проросли вот такими стромами, в которых сидят перитетции. Вот они здесь овальной такой формы. Но вот поскольку это срез, где-то он прошел через такую часть перитетция, где не видно его, вот это отверстие. А где-то видно отверстие. Ну, вообще вот он такой, он не замкнутый. Это не замкнутое плодовое тело. И оно такое полузамкнутое. И внутри сидят вот эти красненькие сумки с аскоспорами. Созревание спор происходит во время цветения ржи. Созревшие споры попадают на рыльцы пестика ржи и прорастают, образуя мицелий. Гифы мицелия внедряются в зависть и разрушают ее. На концах грибных нитей образуются в огромном количестве округлые конидиаспоры. Помните, это те, которые в отличие от эндоспор мукора находятся снаружи, так как это у нас высшие грибы. Это стадия бесполого размножения. При этом нити гриба выделяют сладкую жидкость, медвяную росу, привлекающую насекомых, в первую очередь мух. Вот так она выглядит. Перелетая с одного колоса на другой, насекомые разносят споры гриба на незараженные колосьи. Так проходит сезон. Конидии, попав на зависть, образуют грибницу, которая к осени уплотняется. Наружные слои ее окрашиваются и вместо зерновки в колосе формируются рожки склероции. А мы переходим к последнему отделу базидиомицеты. Давайте начнем его рассмотрение на примере мухомора. Это будет пример такого обычного шляпочного гриба, к которому мы привыкли. Двурядные мицели формируют у мухомора плодовые тела, известные как шляпочные грибы. Но не только у мухомора, у всех шляпочных грибов. На нижней стороне шляпки находится спорообразующий слой, геминофор, на котором образуются особые структуры. Базидии. Давайте посмотрим. В случае с мухомором мы имеем дело именно с пластинчатым геминофором. Наверняка вы знаете, что еще бывает трубчатый геминофор. И на пластинчатом геминофором мухомора образуются вот такие вот базидии с наружно расположенными базидия спорами. У молодых базидий происходит слияние гаплоидных ядер и образуется диплоидное ядро, которое вскоре делится путем миоза. Первое деление, второе деление. В результате образуются четыре ядра, которые мигрируют к концевым выростам базидии и дают начало четырем гаплоидным базидиоспорам. При созревании базидиоспор давление внутри базидии повышается, и базидиоспоры отстреливаются и распространяются с помощью воздушных потоков. Из спор полового размножения вырастает гаплоидный мицелий, который вступает в половой процесс. При слиянии вегетативных клеток гаплоидных мицелий, вырастающих из базидиоспор, образуется двуядерный или дикариотичный мицелий, который может существовать годами и десятилетиями. У гомотоличных видов могут сливаться гифы одного и того же мицелия. У гетеротоличных, к которым относится большинство базидиальных, грибов сливаются клетки гиф, берущих начало от спор противоположных половых знаков, плюс и минус. При этом происходит слияние цитоплазмы, а ядра объединяются в пары дикарионы, которые затем синхронно делятся. Есть среди базидиомицетов и паразитические представители. Давайте познакомимся с некоторыми из них. Начнем с ржавчинных грибов. Для знакомства со сложным жизненным циклом ржавчинных грибов удобнее всего рассмотреть развитие возбудителя стеблевой линейной ржавчины злаков. И жизненный цикл паразита злаков начинается на барбарисе. На листьях барбариса с верхней стороны в конце апреля-начале мая появляются оранжевые пятна. Это спороношение гриба, возникшее на мицелии паразита. Вот мицелий проник в лист, а на нем возникли спороношения. Спороношение вначале представляет собой клубок гиф, которые затем преобразуются в бутылковидные структуры, погруженные в ткани листа. На вершине этих образований есть отверстия, а дно и края их высланы мицелием гриба. В полости образуются специальные удлиненные клетки, которые отщепляют, отделяют от себя мелкие одноклеточные споры. Эти споры называются спермациями или пикноспорами, а бутылковидные структуры спермагониями или пикнидами. Спермации и спермагонии возникают на одноядерном мицелии гриба. При их созревании из отверстий выделяется сладковатая жидкость, привлекающая насекомых, которые переносят споры гриба на другие листья барбариса. Пока что-то злаковыми не пахнет. Спермации и образующие их мицелии относятся к различным половым группам. Для дальнейшего развития гриба необходимо, чтобы содержимое двух различных спермаций соединилось друг с другом. Этот процесс по своей функции равнозначен половому процессу, который свойственен остальным группам грибов. Соединение мицелиев различных полов может осуществляться насекомыми, которые приносят споры одного пола в спермагонии другого. Кроме того, на одном и том же листе прорастающие пикноспоры разных знаков могут подрастать друг к другу. Иногда спора одного полового знака может дать отросток в спермагонии, относящийся к другому полу. Во всех случаях происходит соединение ядер двух различных полов, в результате которого образуется двухъядерный мицелий. Однако, слияние ядер в этом случае не происходит, а начинается двухъядерная или дикариофитная стадия гриба. Двухъядерный мицелий располагается под спермагониями внутри листа барбариса и в конце концов формирует на нижней поверхности его под спермагонием вместилище для двухъядерных спор, так называемых эций, внутри которого образуются эцидиоспоры. Эцидии имеют вид округлых или продолговатых чашек, окруженных оболочкой, который называется перидием и состоит из продолговатых бесцветных толстостенных клеток. На дне эцидия образуется слой цилиндрических клеток, от которого в виде цепочек отделяются эцидиоспоры. Между ними обычно находятся особые промежуточные клетки, которые впоследствии разрушаются и таким образом способствуют отделению эцидиоспор. Эцидиоспоры обычно округлой формы, одноклеточные и окрашены в ярко-желтый цвет. После созревания эцидий вскрывается и эцидиоспоры высыпаются во внешнюю среду. Эцидиоспоры, как и эцидия, образуются двухъядерным мицелиям. Для дальнейшего развития гриба необходимо, чтобы эцидиоспоры попали на растения из семейства, наконец-то, злаков. На них и начинается основное развитие паразита. После заражения на злаках образуется местный, растущий на небольшом участке ткани растения, двухъядерный мицелий, на котором развиваются летние споры гриба, называемые уредоспорами. Они возникают в массе под эпидермисом листа или стебля, а затем, в случае стеблевой ржавчины, прорывают его, образуя порошащие продолговатые щели, наполненные спорами гриба. Уредоспоры обычно одноклеточные, яйцевидной формы, оранжевые, расположенные на бесцветных ножках. Характерной чертой этого вида спороношения является то, что в течение лета оно может дать несколько поколений уредоспор, которые, попадая на соседние растения, при благоприятных внешних условиях, вызывают массовое поражение хлебов, эпифитотию. Споры гриба распространяются от растения к растению ветром. Они могут подниматься воздушными течениями на высоту 2000 метров и более. Они переносятся ветром, как я уже сказала, и делают это на 1000 километров. Попадая на восприимчивые растения, вызывают их заражение. Распространение уредоспор на большие расстояния свойственно всем ржавчинам грибам. Их появление в воздухе учитывают специальными приборами и контролируют в мировом масштабе. К концу лета на месте уредоспор на том же двухъядерном мицелии образуются двухклеточные с темной толстой оболочкой телейтоспоры. У возбудителя стеблевой ржавчины они расположены на ножках в телейтоспороношениях или пустулы их еще называют. Телейтоспоры служат для перезимовки гриба, поэтому они такие толстостенные. Вначале они так же, как и образующие их мицелии, содержат два не слившихся ядра. Они зимуют на злаках и способны оставаться живыми в течение всей зимы под снегом. Весной в спорах происходит слияние двух ядер кариогамия, то есть идет настоящий половой процесс. В результате этого слияния образуется ядро с двойным набором хромосом, диплоидное ядро. Этот процесс происходит до прорастания спор. Затем диплоидное ядро делится дважды, в результате чего образуются четыре гаплоидные с единичным набором хромосом ядра. На каждой клетке телетоспоры развивается базидия, бесцветная клетка, разделенная перегородками на четыре части. От каждой части отходит бесцветный утончающийся к концу вырост стеригма, на кончике которой образуется базидиоспора, содержащая одно гаплоидное ядро. Для продолжения развития гриба необходимо, чтобы базидиоспора попала на растение барбариса. При прорастании на листе барбариса из каждой базидиоспоры развивается спермогония или пикнида. Поскольку базидиоспоры относятся к двум половым группам, две к одному полу, а две к другому, спермогонии также относятся к двум половым группам. Давайте подведем итог этого жизненного цикла. Таким образом, полный жизненный цикл возбудителя стеблевой ржавчины складывается из пяти следующих друг за другом спороношений. Такое разнообразие бесполых процессов в жизненном цикле называется плеоморфизм. Итак, первое спороношение это спермогонии или пикниды с развивающимися в них спермациями или пикноспорами. Второе эцидии с эцидиоспорами на нижней стороне листа барбариса. Дальше уредоспоры в урединиях и телеоспоры в телях. И последнее еще одно это базидиоспоры в базидиях. Спасибо, что продолжаете смотреть видео. Если считаете, что нам надо снимать еще, подпишитесь на канал. Так мы поймем, что наши усилия не напрасны и продолжим снимать новые ролики. Но мы переходим дальше. Есть еще довольно большая группа головневых базидиомицетов, которые тоже паразитируют на растениях. Если вы еще не совсем потеряли нить моего повествования, то наверняка вспомните, что ржавчинные грибы проникают в растения через устица. А вот у головневых есть целых три способа проникнуть в жертву. Через ранку, через пестик и через семена. Но зато жизненный цикл у них без всякого плеоморфизма, то есть без чередования разных бесполых поколений. Давайте рассмотрим их жизненный цикл. При выращивании в лаборатории, чего нельзя сделать, например, с ржавчинными грибами, на простых питательных средах головневый гриб ведет себя как пекарские дрожжи, образуя отдельные клетки, называемые споридиями. Эти клетки размножаются, почковываясь от дочерних клеток, как полагается дрожжам при бесполом размножении. Но когда два совместимых споридия встречаются на поверхности растения, они переключаются на другой способ роста. На поверхности растения они сливаются и образуют гифу, которая прорастает внутрь растения. Гифы, растущие в растении, являются дикариотическими, то есть содержат два ядра. Чтобы перейти в дикариотическую фазу, головневый гриб обязательно должен инфицировать растения, просто так на свободе он этого не делает. В лаборатории это состояние невозможно создать. Рост гриба внутри растения приводит к таким симптомам, как хлороз, образование антоцианов, замедление роста и появление опухолей. Что происходит в опухолях? В опухолях в гифах происходит кариогамия, и каждый из этих клеточек превращается в спору, телеоспору. Зрелые споры высвобождаются из опухолей и распространяются дождем и ветром. При благоприятных условиях образуется метабазидий, в котором происходит миоз. Образующиеся гаплоидные ядра преобразуются в вытянутые клетки, которые отделяются от метабазидия, превращаясь в споридии, тем самым завершая жизненный цикл. Но у многих головневых грибов превращение в споридии даже не происходит. А образование дикариотической стадии начинается уже на этапе метабазидии. То есть две базидии сливаются между собой, и из них развивается дикариотический мицелий, который сразу же инфицирует следующее растение. Вот так выглядит головня кукурузы. Кстати, кукуруза заражается через ранки. То есть никак иначе попасть внутрь кукурузы головневый гриб не может. На этом мы заканчиваем. Спасибо вам за внимание. Здорово, что вы досмотрели это видео до конца. А я прощаюсь с вами. До новых встреч и желаю вам классных биологических открытий. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok